Такого класса машин. Здесь некоторые виды, это работа тоже совместно с Diamond Corporation, австрийской компанией. Они просто проставились тем, что они используют полностью композитные планеры сегодня. Они отработали эти технологии, они нам показались интересными. Ну вот такие экзотические виды компоновок, специально, чтобы подоражить ваше воображение. Никто не сказал, что фюзеляжи должны быть в виде трубы, в виде такого головастика. Это концепция бизнес-джета, то есть такого делового самолета, у которого диаметр кабины больше, чем рост человека. То есть там человек может встать, пассажир, пройти в туалет, скажем, просто размяться. В сегодняшних деловых самолетах надо обязательно пригнуться и идти в этой трубе небольшого диаметра. Это, конечно, комфорт прежде всего. Но на самом деле здесь много инноваций. Вы посмотрите, практически прямое крыло. Прямое крыло для аэродинамиков значит, что это низкая скорость. А вот у этого самолета, а бизнесмены хотят летать быстро, у этого самолета скорость, которая подтверждена в многочисленных испытаниях, в аэродинамических трубах и в расчетах, скорость составляет 0,91 отмаха. То есть практически это подошли к скорости звука. То есть быстрее, чем сегодняшние все, даже дальнемагистральные авиалайнеры. Вот такое удачное использование правила площадей транзвукового, тонкая настройка профиля, ну, позволило получить такой, ну, выдающий, я считаю, результат. Идем дальше по скорости, это уже сверхзвук. Россия первая, это, кстати, ну и Советский Союз, первая в истории человечества подняла сверхзвуковой самолет Ту-144. И 50 лет позже мы можем сказать уверенно, что мы, уровень нашей технологии сегодня таков, что можем создать малошумный деловой самолет, ну, небольшого размера, да, там на 12, там 15-20 человек, который обладает очень низким уровнем звукоудара. Таким низким, что это позволит ему лететь днем или ночью над населенными районами. То есть это сразу становится очень привлекательным проектом, вот, потому что при пролете только над океаном, ну, невозможно сделать экономическую нормальную программу. Он летает на сверхзвуке только над океаном, соответственно, там экономика, ну, никакая. Вот, а здесь, собственно, стало это возможным. Вот такой проект, который был выполнен в месяц с компанией «Сухой». Кстати, есть вариант и уже большого самолета на 80 специалистов, ну, это уже отдельная тема. Ну, немножко два слова о двигателях. Ну, тенденция развития двигателя показана вот в левом углу, да, это увеличение степени двухконтурности. Вот, сегодня это выше уже 8,5. И вот, соответственно, результат с точки зрения расхода топлива, вот, минус 12 процентов, это степень, повышенная степень контрасти и увеличение степени сжатия на компрессор, пика. Ну, 41, сегодня уже говорят, доведение этого параметра до 60 и даже 70 сжатия потока. Увеличение температуры на турбине – это тоже то, что помогает уменьшить расход топлива. Ну, все эти вот новации, они, в общем-то, так, в большей или меньшей степени заложены в двигателе ПТ-14. Вы знаете, что это один из перспективных двигателей, который планируется использованием на самолете МС-21. Вот, ну, и перспектива более дальняя, покажена справа, тот самый вот двигатель с открытым ротором. Экономика очень хорошая, но главная проблема – шум. Поэтому для такого двигателя архиважные проблемы – интеграция двигателя, как его разместить. Уже его не подвесишь под крылом, потому что его шум просто погубит весь проект, весь самолет. Это турбореактивный двигатель с охлаждаемым, с охлаждением компрессора и регенерацией тепла, тоже более эффективный, с более высоким КПД подход такой. И, наконец, вот такие с разнесенными контурами двигатели, которые позволяют более гибко встроить двигатель в планер самолета. В особенности, когда концепция такая применяется, как летающее крыло или какие-то более интегральные компоновки. То есть это тоже, ну, ближайшее будущее. Над этим работают не только в России, но и за рубежом тоже. Ну, наконец, композиты, да, то есть мы рассчитываем на значительное снижение веса конструкции, вот там до 20% даже, да, при использовании композитов. Повышение ресурса, сокращение трудоемкости изготовления, ну и повышение, конечно, безопасности полетов по безопасности, по прочности. Ну, вот сегодняшняя реалия таковы, что, скажем, самолет и Боинг-787, и РБА-СА-350, они полностью планер имеют изкомпозит. То есть 100% планер композитный, ну, кроме отдельных там железок, шасси, там уже системы. При этом, значит, общий объем использованных композитов 50%, потому что некоторые подсистемы невозможно сделать пластиковые. Вот, но при этом, что удивительно, вес конструкции практически остался тем же самым, как мы строили бы из металла. В чем здесь причина? Главная причина в том, что вот все человечество бросилось, но начиная с Боинга. Некоторые даже говорили, что это провокация, не надо поддаваться. Все бросились в эти композиты. А, в общем-то, знаний достаточных, как проектировать композитную конструкцию, Как учитывать возможные удары, когда известно, что при небольшом ударе, скажем, падает болоток с человеческого роста, который упал на крыло. В этом месте происходит ослабление прочности в два раза. То есть мы не видим даже пятна удара, а прочности уменьшилось в два раза. А как климатика? Он летит, так сказать, в влажной среде, эксплуатируется где-то там в тропических странах, насыщается влагой, композит, они впитывают влагу. Потом летит на эшелоне, там температура минус 60, все это замерзает, раздирают конструкцию. Как все это влияет на длительную жизнь самолета? Он же не может быть построен только там для эксплуатации 1-2 года. Он должен жить минимум 20 лет. Поэтому сегодня параллельно с внедрением композита в реальные конструкции, а вы знаете, что крыло самолета МАЗ-21 полностью сделано из композита, идет очень интенсивная, широкомасштабная работа по исследованиям свойств композитной конструкции. Вот такой огромный стенд сегодня построен в ЦАГе. Высота этого стенда больше 6 метров. Вот здесь вы видите натурный отсек фюзеляжа композитного, причем обратите внимание, его конструкция может не так видно хорошо, она нетрадиционная, там нету стрингеров, нету лонжеронов, а это просто сетка. Это то, что у нас давно уже применяется в ракетной промышленности. То есть это не просто полностью композитный фюзеляж, но это новая концепция конструктивной силовой схемы, которая позволяет существенно уменьшить вес, но сохранить при этом противностные свойства фюзеляжа. Идут интенсивные испытания, расчеты. С расчетными методами тоже не все хорошо. Мы, может быть, неплохо, метлоорганичные элементы можем определять напряженно-деформированное состояние, но не можем определить момент разрушения. Нет, не хватает данных, нету статистики. Поэтому в ближайшие 10-15 лет будет очень интенсивное развитие науки прочности при использовании композитов или металлокомпозитных конструкций. Огромная сфера. Ну и их широкого, конечно, применения в конструкции планера самолета и агрегатов. Вот. Ну, два вопроса только вот по системам. Там раздел форсальный, как бы, ну так, последний по этим разделам. Система, обеспечение безопасности полетов. Главный тренд – это как можно больше помочь летчику, но не думать о каких-то трудных ситуациях. То есть это все более-более умные системы, которые сами решают, каким образом управлять самолетом. То есть это более интеллектуальный порт. Это главный тренд. Ну и здесь показана, собственно говоря, система, которая автоматически позволяет не выйти за пределы безопасных параметров по многим характеристикам, не только угла-атаки, сваривания, скольжения и так далее, и так далее. То есть это уже сегодняшний день. Ну и вот, например, в качестве реализации такой системы это уже достигнутый уровень. Эта система будет установлена на самолете МС-21. В случае, скажем, какой-то, имеется планирование полетов. То есть это сегодняшний день. Планируется маршрут. Летчик летит, поставил автопилот, но на пути вдруг возникает огромное грозовое облако. Вот вы знаете, несколько таких проблем было. Две, по крайней мере, аварии последние пять лет, когда при преодолении этого облака самолет входит в штопор, ну, сваливается и входит в штопор. Авария, кстати, катастрофа происходит с эшелоном. Вот. Здесь автоматически система анализирует все возможные варианты и сама находит оптимальный путь, при этом не выходя за ограничения по параметрам. Это вот как бы умный, более умный борт. Ну, здесь показа... Чуть-чуть просто вам дать представление о совершенно новом направлении, связанном со сверхманежностью. Это уже боевые машины. Вот. Это совершенно новый мир, новая наука, новая физика. Посмотрите справа. Несимметричный отрыв, который возникает при больших углах атаки. Здесь показан пассажирский самолет. Может быть, не так видно, но видно, что это несимметричный. Вот это результаты расчетов такого несимметричного отрыва при полностью симметричной компоновке при полете без угла скольжения. То есть откуда возникает несимметричное? На боевых машинах, маневренных, эта несимметрия, она просто приводит к тому, что самолет начинает даже закручивать, если как бы он летит, как бы выполняет какие-то маневры особые. Но это просто несимметрия. Это отрывы несимметричные, явления гистерезиса, когда при одном и том же угле атаки, при динамическом выходе на больший угл атаки, у самолета разные характеристики. То есть угл атаки одинаковый, а подъемная сила разная. Все эти новые явления сегодня подробно изучаются, и они учитываются при создании самолетов, которые сегодня, видно, летают в небе. Все эти явления мы широко эксплуатируем для приобретения качеств сверхманевности, которые, безусловно, необходимы для выполнения боевых функций. Вот. Ну и акустика. Это инструментарий уже, да, здесь вот примеры акустических расчетов, испытаний. Здесь, кстати, испытания даже не в трубе ЦАГИ, а в трубе немецкой. Очень малошумные. Мы просто сравнивали эти инструменты. Нашу трубу, немецкую трубу. Это на примере такой большой размерной модели самолета МС-21. Разбак карла здесь составлял 3,5 метра. Вот. Результаты расчетов. То есть это тот инструментарий, который у нас в форсайте тоже, так сказать, подробно расписан в перспективе временной. Ну и вот одна из сложнейших задач, которую сегодня с помощью современных инструментов удается моделировать, это вот режим реверса, значит, работы силовой установки при пробеге по полосе. Вот. Сегодняшние стандартные методы, основанные на РАНС, то есть это средненных уравнениях на авиасток, и других, и другие коммерческие коды, они не работают вот в этом случае. Вот. И ЦАГи, специалисты ЦАГи всегда в этом плане на страже и говорят, в особенности вот инженерам в конструкторских био, ребята, не увлекайтесь, используем коммерческие программы. Не думайте, что они абсолютно универсальны. Есть случаи, в которых они не работают. Вот случай такой, например. Либо случаи, когда возникают большие отрывные зоны, в особенности в ламинарном, при ламинарном обтекании. Коммерческие коды не считают. Ну, это вот, что говоря, о инструментарии. Наконец я закончил. Вот. Надеюсь, вас не утомил этой лекцией, так? Но я вас хотел поблагодарить, что вы сегодня не могли. Спасибо. Если будут вопросы, я думаю, можно через интернет или приходите на стенд ЦАГи на МАКСе. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok